Кто-то любит банный веник из дуба, кому-то нравится из березы. Вкусы у всех разные, а вот стандарты единые. Пучок веток должен быть пышным, без острых концов и с удобной ручкой. Это было одним из испытаний для хозяек села. Здесь все конкурсы так или иначе связаны с сельской жизнью. Вот участники на скорость рубят дрова и набивают подушки. Праздничную атмосферу дополняет концерт. Вообще Майдан стал ареной сражения для хозяек села. Здесь они не только кололи дрова и набивали подушки, но и делали вот такие вот луково-чесночные косы. Получались такие красивые поделки, которые еще и вкусно пахнут. Еще вкуснее пахло в подворьях. Столы ломились от ябств. Хозяйки пытались удивить гостей. У них это получалось. Кстати, не все участницы конкурса родились в деревне. Чулпан Минибаева переехала в село Барки совсем недавно и ничуть об этом не жалеет. В чем секрет хозяйки села? В чем секрет? Наверное, быть радостной всегда. И все. Позитив. Все на позитиве. Если ты воспринимаешь уборку помещения, сараев и так далее, как за тяжкий труд, это будет тебе тяжкий труд. Если ты воспринимаешь это как какой-то релакс, это будет релакс. То есть все в твоей голове, как ты это принимаешь. Ксения Федотова представляет Шереметьевское сельское поселение. И ее стаж жизни на селе тоже небольшой. Началось все с того, что она приезжала в гости к родителям по выходным. А потом решила, что пора переезжать. В первую очередь очень тяжело дался этап переезда. Я многие знаю, что хотят, мечтают о доме. Надо не бояться переезжать, начать жить. И, естественно, завести свой огород, свою лужайку, дом. Обязательно должен быть мужчина, чтобы этот дом ухаживать за ним. Каждое сельское поселение по-своему выделяли подворья. Глава Сухарева стал капитаном корабля. Рядом расположился зоопарк с косулями. Но не этот перформанс стал определяющим в выявлении победителя. А то, как женщины живут, растят детей, следят за хозяйством. То есть занимаются сложными повседневными делами. Кто-то первый наколол дрова, а кто-то связал луковый коз лучше. У кого-то веники лучше, у кого-то венки и так далее. Но все-таки основное – это то, как человек занимается именно сельским трудом. Все участницы получили награды в своих номинациях и спецпризы от членов жюри. А вот титул «Хозяйка села» получили сразу две женщины. Это Галина Петрикова из Верхней Уратьмы и Назеля Таипова из Красной Катки. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.